Христос воскресе! Введение во храм сегодня закрывает собой частично даже и воскресение. Как вы слышали в Откровении Иоанна Богослова, в последних главах 21-22, говорится о том, что Иоанн видел город, украшенный как невеста от Бога, сходящий свыше, квадратный, стена его и ширина, длина его и ширина его, высота его одинаковые. При пересчете этих 12 тысяч стадий, которые там у вас на стене, значит, на наши километры, это будет примерно стена длиной от Москвы до Берлина, размеры квадрата. Квадрат со стороной примерно в такой вот километровом, если изображении. То есть это в этом городе все поместятся, там где написано в Писании, что в обители Отца Моего, вернее, в дому Отца Моего обителей много, говорит Господь, то действительно там много обителей, там поместятся все спасенные, и цари туда занесут славу свою, и честь народов, и блажен, кто зайдет в город воротами, которые не запираются, а войти в нее смогут туда псы. Они под словом псы, да будет известно вам в древности, понимали мужскую проституцию. Пес – это мужчина-проститутка. Пес. Так на библейском языке, с предхозаветным этим всем. У них для этого были какие-то основания, мы не будем в это вникать, но там псы, не войдут в город, там псы, и там через запятую дальше, и долослужители, и воры, значит, кровопроливающие кровь, и все любящие, и делающие неправду. И в этом городе дивном, который Иоанн видел в духе, не было храма, и не было, значит, необходимости в каком-то светильнике или лампаде, и солнца уже он там не видел, потому что освещался этот сходящий с неба город светом Агнца Иисуса Христа Господа, закланного и живого ныне. Я, говорит, Христос был заклан и мертв, и сежив во веки веков. Аминь. Вот этот Агнец, он сияет, как на фаворе Христос сиял Петру, Якову, Иоанну, Моисею и Ильи, так он сияет в будущем всем спасенным душам или телам, людям. И там нет нужды в храме. Значит, мы уносим отсюда такую важную мысль, что храм нужен лишь до времени, пока Бог не вселится в человека, пока не спасутся люди, пока земля не преобразится. Храм нужен как временное место борьбы с грехом. Для того, чтобы не голодать, нужны заранее сооружать некие склады продуктов. Для того, чтобы врага отражать, нужны здания фортификационные и крепостные. В общем, здания строятся для того, чтобы выполнить какую-то функцию. Они укрывают людей от непогоды, дают им защиту на войне и прочее. И вот такую же функцию выполняет храм Божий. Это училище, лечебница, врачебница, значит, это склад съестных припасов, где питаются люди вечной пищей. И он нужен там, где есть грех. Если есть грех, нужен храм. Храм – это некая крепость, в которой ведется осадное положение. И со всех сторон нападающий грех отражается благодатью Божией, живущей в храме. Когда Господь победит, когда Отец покорит все сыну под ноги, и когда сам сын покорится покорше ему всяческое, и когда Бог будет всяческое во всем, как написано, тогда не нужно будет никаких больше специальных святилищ, потому что все будет свято. А сегодня нужны святилища, потому что далеко не все свято. Там грешно и там грешно. А там, может быть, не грешно, но суетно. А там, может быть, не суетно, там, может быть, все серьезно, но там безбожно. Вы знаете, что храмом называют люди по суетности ума своего другие всякие места, например, мне приходилось много раз слышать, как театральные деятели всякие называют театр храмом искусства. Это еще тот храм, я вам скажу. Кто хорошо знает, хоть немножко, кто нюхал закулисный воздух, кто знает, как там люди живут, этот серпентарий никогда не называют храмом. Но у них есть претензии, а у всяких академиков безбожных, у них есть претензии называть свои эти ученые-клоповники храмом науки, какие-нибудь академии наши всякие, они там ходят орденами обвешаны, как будто они схватили Бога за бороду, говорят, храм науки, храм искусства, храм чего-то еще, наверное, есть, храмы всякие есть, да. А мы говорим о храме Божием. Он нужен, когда есть грех. Когда не было греха в раю, храма тоже не было. Мы не читаем ни про какие храмы в раю, и даже после изгнания из храма не было долга храма, изгнания из рая. Люди, может быть, они и восчувствовали нужду в храме, но они не строили ничего, пока Бог не дал прямого повеления. И этот первый храм, который был построен Богу истинному, он возникает только при Соломоне. Значит, не было греха в раю, был сад и никаких строительств. Кстати говоря, мы когда потеряли рай, мы вышли из сада, но мы в сад уже не вернемся. Возвращение в рай – это уже не возвращение в сад, это длинное путешествие и заход в город. Мы вышли из сада и зайдем в город. Это важная очень вещь. Итак, вначале в саду Эдемском, в этом парадизе, не было храма, он был не нужен. Потом появился грех, но храма все еще не было. Интересно, что языческие народы, окромя Израиля, они очень быстро почувствовали нужду, чтобы строить какие-то святилища. И к моменту пришествия в мир Христа, да и раньше, еще к ковринам Соломона, к Давида, весь мир, цивилизованный, освоенный мир, был уже застроен разными святилищами. Уже какие только храмы они строили, там в той же Месопотамии, вавилонские зекураты всякие, значит, уже храмами были засеяны острова, например, Ионического моря, Игейского, там это критомикенская цивилизация. Храмы были у персов, храмы были, конечно, у египтян, и мы до сих пор их видим, эти странные ритуальные пирамиды, требовавшие страшных усилий, строившиеся сознательно и добровольно усилиями всего народа, им это было нужно. То есть храмы были кругом, только не было храма живому Богу, и Соломон удостоился его построить. Давид хотел, не удостоился. Соломон не был достоин построить храм по грехам своим в конце концов тоже, но ради Давида построил. И вот потом он был разрушен 9-го ава, потом восстановлен после вавилонского плена, потом опять разрушен римлянами. Вот в этот второй храм, второй после разрушения восстановленный, была введена Богородица, о которой говорится, что она боговместимый храм Богородицы, то есть она является вместилищем Бога живого, в ней выносился по человечеству, соткал себе плоть Господь Иисус Христос. И мы переходим к еще одной важнейшей идее, что поскольку храма не было, потом появился, потом он исчезнет и опять его не будет. Мы понимаем, что в слове храм заключается нечто большее, чем просто здание. По замыслу Господа Бога, который нам открыт в Священном Писании, храмом должен быть сам человек. Человек должен быть храмом. И вот Божия Матерь, это введение во храм, это храм Божий заходит в храм Божий. Днесь боговместимый храм Богородицы, значит, во святилище Божие приводится. Она действительно храм. Ну вообще женский организм, это действительно для рождающегося ребенка, это такое, значит, долгое жилище, там 9 месяцев человек живет безвылазно, никуда не уходя, в одном и том же маленьком домике, приготовленном искусно для жизни одного человека. Или двух, если двойник, или трех. Это великое чудо вообще на самом деле. Если кому-то непонятно, даже бы, по-моему, каждому понятно, что женский организм – это дом, это жилище, приготовленное для вселения, возрастания и выхода потом на свет Божий еще одного человека, потом там или двух, трех, как уже Бог благословит. И Матерь Божия как раз есть тут храм, которым выносился Господь, и из этого временного пристанища вышел в мир, нося на себе плод человеческую, и имея в себе все, что имеем мы, кроме только греха. Поэтому, глядя на то, что Божия Матерь сама – храм, мы со страхом узнаем, что и мы – храм. Мы – храм всего того, что живет в нас. Вообще человек должен быть, по идее, храм Духа Божьего, живущего в нем. Пока что мы – храм всякой всячины, живущей в нас. Всяких там разных помыслов, намерений, грехов, добродетелей, все там как каша мала в человеке. А вообще нужно, чтобы человек был храмом. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, предупреждает людей, что кто храм Божий разорит, того покарает Бог. Разве вы не знаете, что вы – храм Божий? И Дух Божий живет в вас, разве только если вы не то, чем должны быть? Значит, человек должен приготовить себя в жилище Божие. На сегодняшний день Богу объявлена война на всех фронтах, и человек не хочет быть храмом Божиим. Он хочет расписать свое тело по всей площади всякими наколками, граффити, татуировками, обколоться пирсингами. А это есть не что иное, как оскорбление будущего Божьего храма. Как если бы кто-нибудь рисовал бы всякие срамные рожи, например, на фасадах и фронтонах таких храмов святых. Но это еще ладно. Всякие сексуальные девиации, все эти отклонения от нормы – это разорение храма Божьего, это издевательство над тем местом, которое должно быть святилищем Господь, над телом человеческим. Безусловно, перемена пола – это насилие, надругательство над тем, что Бог создал. Ибо пол – это послушание. Кто родился мальчиком, тому есть послушание быть мужчиной. Кто родился девочкой, тому есть послушание быть женщиной. Эти послушания не смешиваются, они совершенно разные. И они даны человеку уже от рождения. И люди вступили и здесь в борьбу с Господом и пытаются изменить Божьи планы с самого начала, с самого детства, с двух-трех лет человеческих, а то и с самого рождения. Евангелие говорит нам, что вы не можете сделать ни одного волоса белым или черным. И не можете прибавить себе рост на локоть. Если вы маленького не можете, чего вы большим печетесь? Здесь говорит Господь на горной проповеди, то есть занимайтесь самым главным, упражняйтесь в добродетели, ищите Божьего Царства и правду Его. А люди говорят, что-то мы не можем, мы все можем. Мы можем волосы сделать и белыми, и черными, и синими, и желтыми, и фиолетовыми. Мы вообще все можем. Мы можем исказить, исковерка человека еще от чрева матери его. Мы все можем, только мы хорошего не можем. Плохое мы можем, что хочешь. И вот сегодня, так сказать, идет такая война с Богом через человека. То есть нужно исказить человеческую природу так, чтобы Господь никогда не вселился в человека. Погнушался бы этим человеком, как каким-то, не знаю, как отхожим местом, как бы прошел бы мимо него. И это делается, и успешно делается, между прочим. Между тем, святые люди, которых мы знаем, они действительно храм Божий. Если вы когда-нибудь прикладывались к мощам святых, то вы должны понимать, что а что здесь происходит? А происходит следующее. В этом человеке живет Бог. Уже душа не живет в этом теле. Душа отошла отсюда, тело лежит бездыханное, бездушное. Однако Дух Святой все еще в этом человеке. И ты целуешь это святое тело многотрудное, там любого преподобного, мученика, и ты чувствуешь и понимаешь, что вот это исполнившиеся слова о том, что вы храм, я хочу жить в вас. Говорит, вселюсь в вас и буду ходить в вас. Ходить буду в вас. То есть внутри человека очень широко, там можно ходить даже Богу. Говорит, вселюсь в вас и буду ходить, как в раю среди прохлады дня. Поэтому отступите от нечистоты и всякого греха всякого не совершайте, и буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерями. Вот это, конечно, вещь, которая сегодня стоит прямо на повестке дня. Может ли еще быть человек, может ли понимать хотя бы человек, что он должен быть святым, что он должен быть святым, и храм Божий, что Бог должен жить в человеке. Вот смысл творения человека в чем? Ну зачем это все? Зачем все это маита, суета, эти все боли, страдания, терзания сердечные и неизбежная смерть? Зачем это все? Мы видим только лишь на святых людях, зачем это все, потому что на святых все противоречия жизни снимаются. Мы понимаем, в нем Бог живет. Эта цель достигнута. Цель жизни человеческой – это быть домом, в который с любовью заселился святой великий хозяин. Хозяин неба и земли. Хочет жить в человеке. Это его цель. Поэтому, говорит, ходит, стоит, стучит в двери наших сердец. Говорит, хожу, стучу, кто откроет мне, зайду к нему, буду вечерить с ним. Я и отец мой. Так что нам сегодня, конечно, нужно, что нам нужно? Вздохнуть из глубины сердца о том, что наши тела недостойны пока что для того, чтобы Бог жил у нас постоянно. Он приходит и уходит. Да и Бог, чтобы приходит еще, чтобы приходил. Надо очищать себя, насколько это возможно, человеку, чтобы Господь поселился в нас и не погнушался в нас. И нужно иметь себе в голове, что все-таки цель нашей жизни – это до конца с Господом Богом соединение через святые тайны Христовы, через молитву постоянную, через сокрушенное, смиренное сердце, которое любит Христос. Но через все то, чему учит святая Христова Церковь от рождения своего до страшного суда. И помогать нам в этом всегда будет и помогает Пресвятая Богородица. Это лучший из всех храмов. Самый лучший – причистый храм Спасов. Многоценный чертог и Дева. Священное сокровище славы Божией. Она помощница всем грешным людям, кто этого хочет. И, конечно, с ужасом нам придется смотреть на будущее, как оскверняются и позорятся, как растлеваются и уничтожаются на корню люди от зачатия и от рождения и от самых молодых ногтей. Что цивилизация современная – это воинственная нечисть, восставшая на все святое. Других имен у нее нет. С этим у нас, собственно, война, борьба. Ради этого стоит молиться, чтобы эта скверна нас не коснулась, чтобы мы от нее отдалились, и чтобы Бог нас потом к себе забрал. Так что, дорогие братья и сестры, поплачем о том, что мы пока еще не тот храм Божий, которым должны быть. Для этого пост существует, кстати, потому что в посту нужно чуть меньше, так сказать, уделять себе внимания, больше Богу, меньше, так сказать, еды, больше поклонов, меньше картошки, больше псалмов, меньше капусты, значит, там больше что-то еще, больше Евангелия. Надо заниматься собой, пока не поздно. Для этого, кстати, болезни существуют, что когда болезнь посещает человека, человеку не хочется никого осуждать, никакой суетой заниматься, не тратить свое время попусту, ни о чем думать не хочется, только о том, чтобы не болело. А болезнь съедает в нем все лишнее, убивает в нем всякую суету и очищает его бедное тело для того, чтобы благодать Духа Святого утешала больного человека. Это тоже некий путь, может быть, один из единственных оставшихся современному человечеству. В общем, сегодня введение во храм пока что храм есть, пока что храмы нужны. Храмов нужно много, и нужно, чтобы они были заполнены молящимся народом. Это не архитектурное украшение ландшафта. Храм без людей – это зачем? Это музей археологии. Храм должен быть с людьми, а люди должны быть разумные, Богу поющие, Богу читающие, перед Богом кланяющиеся, Бога хвалящие всякими доступными способами. Дай Бог, чтобы наша Русь, бедная от Камчатки до Калининграда, засеялась еще множеством разных храмов святых, больших и маленьких, чтобы везде были люди, и чтобы люди понимали, зачем они здесь. Потому что сегодня храм нам нужен, потому что идет война с грехом, и без храма здесь невозможно. А потом в Царстве Божьем храма больше не будет, но до этого еще нужно дожить. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе!